Никола Тесла расшифровал тайны египетских пирамид, почему ученые не могут понять теорию Тесла. Несмотря на свою эксцентричность, стоит признать, что Никола Тесла сделал много гениальных открытий. Но подумайте, могли бы вы доверять человеку, который с детства испытывал галлюцинации? И это не слухи. Существуют достоверные источники, которые утверждают, что с 5-летнего возраста Тесла, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, видел вспышки света, которые были невидимы для других. Предметы искажались, а тихие звуки воспринимались им как громовые раскаты. Вот цитата от самого Теслы. «Я часто испытывал необычные видения, которые сопровождались яркими вспышками света. Они мешали мне видеть реальность, мешали моему мышлению и работе. Я обращался за помощью, но пока ни один психолог или физиолог не предоставил мне удовлетворительного объяснения этих явлений. Думаю, они уникальны для меня. Возможно, я родился с этим, так как мой брат сталкивался с подобными проблемами. Путь, по которому шел великий изобретатель Никола Тесла, оказался весьма рискованным. Любя чтение, испытывая галлюцинации, насыщенные светом, он мечтал стать сверхъестественным существом. Этот внутренний порыв и ряд других обстоятельств привели к формированию у Теслы комплекса Мессии. Он считал своим долгом спасти мир от его собственных изобретений. Интересно, это хорошо или плохо? В конце концов, мы могли бы использовать неисчерпаемые ресурсы атмосферной энергии уже более 100 лет. С 20 лет Тесла был уверен, что великие пирамиды Гизы не те, за что их принимают историки. Вот некоторые из его наблюдений. В египетских папирусах нет упоминания о пирамидах. Отсутствуют данные об их строительстве. Первое упоминание о великих пирамидах принадлежит Геродоту, древнегреческому историку. Пирамиды не служили местом захоронения, как принято считать. Вообразите, есть саркофаг в царской камере, но отсутствуют какие-либо надписи и даже крышка. Нет следов того, что там когда-то кто-то был похоронен. Современные ученые предполагают, что это могло быть создано как отвлекающий маневр для грабителей. Не слишком ли сложно для простой уловки? Считается, что пирамиды Гизы были не созданы египтянами. Они, возможно, всегда там были. И египтяне просто сели рядом, принимая эти сооружения как нечто данное. Затем египтяне адаптировали найденные постройки под свои нужды. Начали оставлять на них свои надписи и создавать аналогичные строения. Тесла считал пирамиды мощными генераторами, которые извлекают и накапливают атмосферное электричество. Эта концепция послужила основой для создания и патентования устройств, способных передавать энергию на расстоянии без использования проводов. Будучи поглощенным размышлениями, я, внезапно вдохновленный словами поэта, пришел к решению. Говорил великий ученый. Все встало перед моими глазами как вспышка, и я быстро нарисовал на песке схему, которую позже подробно описал в своих патентах в мае 1888 года. Тесла был убежден, что энергию пирамиды получают через электромагнитные процессы. Причем их структура напоминает абстрактную кристаллическую решетку. На вершинах пирамид обнаружено пустое пространство. Где? Возможно. Раньше находился какой-то механизм. Исследуя и анализируя информацию о пирамидах, Тесла пришел к выводу, что на их вершине могла располагаться металлическая сфера. Опираясь на эти данные, определив специальные энергетические точки на Земле, Тесла создал свои известные башни. По мнению многих, они могли не только аккумулировать, но и мгновенно передавать значительные объемы энергии в любую часть мира. Для экспериментальной передачи энергии, которая отражалась от ионосферы Земли, ученые выбрали отдаленную часть Сибири. Произошел мощный взрыв. Первоначально ученые предположили, что причиной стал метеорит. Этот инцидент вошел в историю как Тунгусский метеорит. Структура, предназначенная для захвата энергии из ионосферы, имела треугольную форму, и в дальнейшем была названа электромагнитной пирамидой Теслы. Еще одна цитата великого изобретателя гласит, «В определенный момент стало популярным утверждать, что Тесла не прав. Гораздо проще обвинить меня в ошибке, чем признать свою неспособность понять мои идеи. Надеюсь, со временем меня все-таки осознают», говорил великий изобретатель в своих мемуарах. А вы что думаете? Тесла был прав? Пирамиды являются не тем, о чем нам говорят историки. Напишите ваш комментарий, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на Телеграм, так вы точно будете в курсе всех новых видео на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Пока!